13.06 на часах в эфире особое мнение в студии Дарьеты Пузлиева и мой сегодняшний гость, исполнительный директор Ассоциации Совет Муниципальных Образований Кировской области, депутат областного ЗАГС Собрания Андрей Лучинин. Андрей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Начнем мы нашу беседу с обсуждения последнего пленарного заседания. Оно прошло в минувший четверг. Знаковой темой всей сессии стал бюджет 2016 года. Я коротко напомню слушателям основные параметры. Доходы бюджета в следующем году составят 41,5 миллиардов рублей, расходы чуть больше 44 и дефицит 2,7 миллиарда. Я сомневаюсь, конечно, что эти цифры что-то могут сказать большинству слушателей, но общий смысл, посыл при обсуждении бюджета был один примерно. Все очень плохо. Вот на ваш взгляд, насколько все действительно плохо? Да нет, посыла такого не было, что все совсем плохо. Да, бюджет, доходная часть чуть скромнее, чем в прошлом году, но и расходные остаются тоже меньше. Потому и дефицит бюджета уменьшается, но это связано все-таки с соглашением Министерства финансов. То есть определенная есть работа с Министерством финансов. И так как мы вынуждены выполнить их условия по сокращению бюджетного дефицита, то заложен дефицит меньше, чем прошлый год. Соответственно, и расходных обязательствах также это все нашло отражение. Но я не скажу, что он такой катастрофический бюджет. Все, что касается социальной политики, все заложено бюджетом, все это отражено, конечно, страдает инвестиционная часть. Да, это печально, но мы сами знаем, в какой ситуации мы сегодня живем. Да, сегодня были предложения по индексации заработной платы чиновникам, муниципальным служащим, государственным служащим. Вот это не заложено тоже в бюджете. Там многое, что отсутствует на сегодня. Но я думаю, что у нас принято первое чтение, принято первое чтение, есть второе чтение, и сейчас идет достаточно кропотливая работа уже постатейно. Думаю, что какие-то вопросы мы сумеем отрешать на этапе согласования ко второму чтению бюджета, уже постатейно. Думаю, что нормальный бюджет для жизни, он еще нормальный. Тем не менее, в ходе пленарного заседания Валерий Курла заявил, что в случае принятия бюджета и депутаты, и правительство области должны подать в отставку. То есть вы к таким заявлениям как относитесь? Это действительно крик души независимого депутата, или это все-таки какие-то популистские, как их называют, меры? Элемент личного шоу. Это популизм, чистой воды, никуда, Валерий Николаевич, не собираться, уходить, слагать полномочия с себя. Как-то так он призывал достаточно скромно, искры в глазах у него не было, когда он об этом говорил, и тут же сразу все забыли об таком громком заявлении. То есть оно не получило какого-либо продолжения, потому что когда это серьезно, когда это действительно готовится, какое-то продолжение есть. А тут все остальные фракции оставили, и правительство в том числе, оставили без комментариев. Потому я думаю, что и мне тоже комментировать тут, собственно говоря, нечего. Можно ли рассматривать вот эти все заявления уже как какой-то посыл к будущей предвыборной кампании? Начало избирательной кампании, конечно. По-другому ты никак не рассмотришь, если это рассматривать с точки зрения здравого смысла. Ну там нет основ. А с точки зрения подготовки к избирательной кампании, да, конечно, это и есть личная пиар-акция одного конкретного депутата. А тогда, если возвращаться к бюджету, вам, наверное, как директору Ассоциации Совета Муниципальных Образований в разрезе бюджета больше интересны, наверное, районы области. То есть с областным центром, с Кировом понятно, то есть Киров выплывет, справится. Как будут в районы? То есть смогут ли районные бюджеты справляться со своими социальными обязательствами? Ну вы знаете, что практически все районные бюджеты, муниципальные бюджеты, они завязаны на субсидиях, дотациях и иной помощи финансовой из регионального центра. Соответственно, все районы смотрят вот этот показатель. Данный показатель сильно-то не меняется. Сильно не меняется. Конечно, упор уже у нас в этом году. Мы ощутили достаточно серьезную нехватку средств. Мы сокращались в этом году, многие районы. Сейчас идет работа по дальнейшим возможностям, по сокращению расходов. Прежде всего на административный аппарат именно районов. То есть районы... А много ли удастся вообще сэкономить на административном аппарате? Я не думаю, что он настолько штаты раздутый. Курочка по зернышку клюет. Экономить надо начинать с себя. И, соответственно, конечно, вот та работа... Нет, там ведь не только работа по экономии на себе. Там работа еще по собираемости налогов. У нас на сегодня данный пласт, он не до конца отработан. И сегодня многие настаивают, и федеральные службы, и у нас органы власти, областной, и муниципалитеты работают над тем, чтобы повысить собираемость налогов. То, что должно по закону быть собрано, должно быть собрано. Это даст определенные возможности для работы в районах, для работы в бюджете. Но, сами знаете, как это тяжело делается. Это тяжело. Это было тяжело нам в этом году. Я не думаю, что это будет легче в следующем году. Но работать надо. Ну, то есть, можно понимать это как то, что работа в этом направлении, то есть, именно по собираемости налогов, будет усилена именно в связи вот с этой предстоящей экономией? Она уже идет, потому что этот год для муниципалитетов был тоже очень-очень тяжелый. У нас было забюджетировано 10-11 месяцев по заработной плате и по налогам. Иных выплат, там, каких-то бюджетных трат, по сути дела, в районах не предусмотрено. То есть, мы подходим на сегодня, за октябрь, заплатили налоги, зарплату. У нас сейчас идет ноябрь, нам нужно выполнить вот эти обязательства, которые стоят перед администрациями. И декабрь еще. В декабре, возможно, уже оплата будет в январе. Сложно уже в этом году, очень сложно в этом году. Мы это ощутили на, говорю еще раз, на инвестиционных всех вопросах, которые у нас в районах идут, на объектах, которые строятся. Ведь мы в этом году не так много объектов в районах строим. Мы готовились к следующему году в этом году. И я думаю, что следующий год, он, наверное, будет не последним из череды тяжелых лет. Так быстро такие кризисы не заканчиваются. Поэтому, конечно, в районах всегда готовы затянуть пояс. Единственное, конечно, нас настораживает, до какой меры можно его затягивать. В данном случае мы все-таки надеемся на поддержку области. И область, конечно же, надеется на поддержку федерации. Без этого ни субъекту нашему, ни району не выжить. Хорошо, завершим тогда с бюджетом. Поговорим о двух законопроектах, которые приняты не были. Один из них, так называемый законопроект о детях войны, предполагалось ввести ряд льгот для людей, родившихся в определенные годы довоенные. Законопроект не прошел. И вот вы за эфиром сказали, что Валерий Туруло уже нами упомянутый назвал тех, кто голосовал против фашистами. Вы, насколько я понимаю, голосовали против. Насколько вы себя сейчас ощущаете фашистом? Как было дело? Да, действительно, один из депутатов так сильно себя поднакачал. Тот пришел как-то так, раз-раз раздухарился. И как они могут голосовать да против? Да это же фашисты настоящие. Хотя и сам этот человек понимает, что достаточно проблематичный закон, заведомо непроходной закон. Во-первых, это предложение в федеральный закон. А в чем проблематичность? Только в отсутствии средств или еще какие-то нюансы есть? Во-первых, отсутствие средств само по себе является большой проблемой. И когда данный закон я изучил достаточно подробно. Плюс на комитетах мы рассмотрели этот закон, ну и самостоятельно еще посмотрел и консультировался по всем параметрам. И когда говорили, предлагавшие этот закон, что это же федеральные траты, только федеральный бюджет понесет. Там предполагалось, что каждый месяц по тысяче рублей будет за счет федерального бюджета данная категория новая, льготная получать. То это было лукавство. Потому что там еще и прописана часть региональная. Это и бесплатный проезд, и обслуживание медицинское, и много-много чего. Так вот, количество денежных средств, которые необходимы от субъекта федерации, было просто не просчитано. А вот так примерно, приблизительно, я прикинул, ну где-то так полмиллиарда-то надо закладывать в бюджете. Вопрос к разработчикам этого проекта. То есть суммы не было никакой? Нет, конечно, но сам по себе, вот то, что прописано, там было прописано, что делает региональный бюджет, что делает, что ложится на региональный бюджет, что ложится на федеральный бюджет. Так вот, на региональный бюджет тоже достаточно большая сумма, ведь льготы и прочее, они же тоже монетизированы, это же деньги, да, из регионального бюджета. При той ситуации, в которой сегодня наш бюджет региональный находится И будет, наверное, находиться и завтра Не в лучшей ситуации Мне хотелось бы всегда спросить вот этих людей Где те 470 или 500 миллионов рублей, которые в бюджете сложены У кого мы их заберем? У школ заберем мы? У образования или у здравоохранения заберем? Или у кого? Это первый вопрос Он чисто такой финансовый вопрос, экономический вопрос Есть еще и, наверное, моральный вопрос такой Кто эти люди, дети войны? Задаем себе вопрос Конечно, те, кто предлагал законопроект Они прямо указывали Так вы вот против всех бабушек, дедушек сейчас выступили Вы их поставили в такую ситуацию в жизни, она невозможна Там заканчивается период, когда Кто в эту категорию входит С 45-м годом То есть, по сути дела, сейчас 15-й год Это люди 70 лет Там 70 и старше По сути говоря, сегодня Те пенсионеры, которые находятся Они уже пенсионеры Во-первых, во-вторых, многие из них ветераны труда То есть, они уже ассалюты с льготами Они труженьки тыла Совершенно верно Там есть льготные категории И вся эта группа людей Если они работали, трудились в тылу Трудились в сельском хозяйстве На производстве, еще где-либо Они уже входят в какую-либо льготную категорию граждан И, соответственно, это само по себе уже, наверное, некорректно Тем же труженькам тыла Да, там, дети войны Труженьки тыла Еще один вопрос возникает То есть, я-то думал, что время Когда мы просто назначали льготную категорию По каким-то таким большим параметрам Родился ты в это время И ты автоматически априори Становишься какой-то льготной категории Но это время-то прошло Потому что на сегодня мы больше говорим Уже об адресности льгот Об адресности социальной поддержки И так далее, тем, кто действительно в ней нуждается И потом возникает вопрос Тоже морально-нравственного свойства Дети войны Они ведь все тоже разные Есть кто Вот бабушка моя Там она вламывала, носила мешки Там, царствие небесное Но сегодня ее нет уже в живых Она носила мешки, грузила баржи Работала с утра до ночи Но есть и преступники, которые сидели в тюрьмах В это время Есть просто и те, кто родился в 45-м Есть те, кто и не работали Даже если вот Уж там доводить до абсурда Есть те, кто фашистам снаряды подносил Есть мальчик плохиш Есть мальчик, которым помогал Красная Армия Есть тот ящик печенья, бочку варенья Зарват Ну есть ведь, да? Ведь вот по сути дела Вот так-то сказать, что Да, он рожден был в это время Собственно говоря, он что сейчас? Нужно в государственной поддержке? Нельзя брать такую большую категорию Такой критерий И автоматически все это включать Ну то есть, грубо говоря, дата рождения Критерием при назначении льгот Являться не должна? По моему усмотрению Нет, тогда внуки войны нужно делать Дети перестройки Внуки перестройки То есть данную ситуацию Можно вообще до абсурда довести И теперь, возвращаясь в начало Зачем и кто вносит этот законопроект? Я ведь не возражаю против категории Самой, там, дети войны Да? Я возражаю против адресности льгот Вот той, да? То есть, той системы назначения льгот И за счет кого эти льготы? Закон, на мой взгляд, ну, чисто, опять же, выборного свойства Под выборы заточен Мы видели, что летом того года Когда губернаторские выборы готовились КПРФ как раз начинал акцию Дети войны в своем офисе У них было развешано, расклеено Они везде печатали, что приходите в офис, подписывайтесь Значит, и вам будет тысяча рублей И я видел скопление этих людей у офиса Под чем эти люди подписывались? Потом этими подписями они махали Там, вот, против губернатора Против того-то, против того-то, против того-то То есть, это все выборные технологии Они красивые Там, да? Придти и сегодня сказать Там, да вот Эти мерзавцы Вот это Учение такое фашиста Он против детей войны Он против всех бабушек и дедушек Которые сегодня старше 70 лет А мы какие хорошие Мы за вас бьемся Ход неплохой Нет, это с точки зрения пиар-технологии Очень хороший ход Хороший ход, особенно для работы в сельской местности Этот ход, кстати, был применен одним из моих конкурентов Во время избирательной кампании, которая только что прошла У него тоже было предложение Что, вот, я приду в законодательное собрание И сразу буду разрабатывать и голосовать за детей войны А вот, там, есть от КИНРСИ товарищ ходит Вот он враг Но я, считая себя достаточно честный и последовательный Я объяснял людям, что Да, это возможно сделать В принципе Но в результате Мы загоним опять себя в ту ситуацию Когда льготы есть, а денег нет Мы же прошли этот этап У нас этот был период Когда масса льгот Кому только не было Но денег не было И государство обманщик было Зачем нам возвращаться к этому Я считаю, что Особенно вот в такое сложное время Потому, наверное, придет время И, наверное, оно даже очень скоро придет Когда статус дети войны Нужно будет рассмотреть еще раз Посмотреть Но не так для пиара Политической партии Лично себя А действительно, чтобы этот закон работал Он в том варианте, который он был предложен сегодня Не рабочий абсолютно И я на 110% уверен Что приняв бы его сейчас у нас Федерация бы его отклонила Потому что Я посмотрел Кто за последний год За последние полтора года С подобным предложением Не мы же таки То есть регионы уже выходили Конечно Полно регионов Там, по-моему, регионов 20 выходило И заворачивали всем По тем или иным основаниям Да, для пиара Для своего Надо там бабахнуть Бабахнули Что для региона Это дает Тогда Другой законопроект Это о транспортном налоге То есть Мне показалось Что он Более интересен В том плане Что охватывает Большую прослойку людей Конечно И этот законопроект Обвинили практически В том же самом Что все это делается Ради пиара Потому что Федеральный центр Даже если здесь Его примем Его все равно завернет Подписываюсь Под обвинением В пиаре Подписываюсь Я проголосовал Против этого закона Потому что Вы изначально Обозначили меня Как одну Социальную категорию Фашисты То есть Люди, которые работают Против Депутаты, которые работают Против людей По мнению Нет Там Вилять хвостом Перед Кем-либо И изображать Из себя Там Популярного Защитника Я избирался От населения Меня не По партийным спискам Избирали А избирали люди Вы думаете Кто-то из избирателей Был бы против Отмены транспортного налога Вот Вы сейчас сказали Что Мне вот этот закон Более понравился Как бы законодательная инициатива Более красивая оберточка Более приятная оберточка Если не рассматривать сути Сегодня происходящего Давайте тогда Мы с вами посмотрим Что еще берется За последние пять лет Вы наверное не будете Спорить Что ситуация с дорогами На территории Кировской области Улучшилась Ну да Я точно знаю Что да Потому что Я езжу очень много По дорогам Кировской области Особенно межрайонов Значит С районами С центрами Федеральные дороги Значительно улучшились Как бы нам не было тяжело Они улучшились Почему Потому что Значительно стало выделяться Средств Из дорожного фонда На содержание наших дорог Этого крайне недостаточно Сразу оговорюсь Потому что Мы Ремонтируем И строим Маленькую долику Того что надо будет делать Нам Нужно еще больше Тратить средств На наши дороги Как в Европе Это делают Как в Соединенных Штатах Значит Там Гораздо больше тратится На содержание дорог Чем у нас Ну и у нас все-таки Такие пространства Столько дорог Значит Если мы сегодня Это опять же экономика Убираем транспортный налог У нас остается Только под акцизм И вот то что Входит в стоимость Бензина Бензина Мы соответственно Сокращаем Финансирование То есть У нас выпадает Там более 100 по моему 20 миллиардов По стране То есть И наш Дорог Вот Все что есть У нас в Дорожном фонде Там более 20% Это вот как раз С налога Если мы это убираем То еще на 20 с лишним Процентов Мы сокращаем Финансирование Наших дорог Но тут ведь нельзя Отрицать что это Действительно двойная оплата То есть люди платят И этот акциз Который заложен Бензин И транспортный налог А тут получается Только из-за того что В стране Не хватает денег А я бы это назвала Даже не всегда Правильным перераспределением Этих денег Получается Автомобилисты Просто платят Дважды Совершенных отношений Вот регулируемых законов Не существует Везде есть какие-то Недогибы Тем более Вот когда Предлагавшие Вот этот законопроект Говорили Что это Путин же На совещании Там Когда-то обещал Что действительно Я тоже считаю Что здесь Есть какая-то Недосказанность Недоделанность Но опять же Двойное Обложение людей И все время Опять Как бы нам Говорят О социально Незащищенных категориях Дедушках Которые ездят На даче На своей Используя машины Только 2-3-4 месяца В году Облача налог Постоянно Да То есть Вот вроде как Социальная несправедливость Теперь я просто Те кто предлагает Я не говорю Что у нас сегодня Совершенная система Я более скажу Она крайне несовершенная Там Да Там Но Если мы сейчас Убираем Вот этот налог Мы погружаемся В достаточно тяжелую Ситуацию экономическую В том числе Те же самые Социально незащищенные люди Что будет происходить Есть и на сегодня Они предлагают Эти средства Из транспортного налога Вкладывать в акциз То что вот идет Стоимость бензина Стоимость бензина Что будет делать Пойдет вверх Конечно Она и так растет Она придет расти Еще быстрее В результате Стоимость бензина Вложится В конечный продукт На Продовольственном рынке В иных товарах И так Кто пострадает Прежде всего Ну на самом деле Ведь стоимость бензина У нас есть органы Которые могут контролировать Нет А отсутствие транспортного налога Не совсем обоснование Для повышения цены на бензин Как-то не основание Если На сегодня Нужно заместить Транспортный налог Вложениями в акциз Соответственно Акциз-то будет расти Он все равно Будет более динамично Будет обосновывать Что На дорожный фонд Необходимые средства Эти средства Идут за счет Топливного налога Соответственно Он будет повышаться Он обязательно Будет повышаться На ком это отразится На всех И пострадают Прежде всего Производители Пострадают Цена-то будет расти Сельхоз Производители Особенно Вот когда Мы были на комитете То же самое Голосуешь Не голословно Исходя из Каких-то своих Умозаключений Все равно Спрашиваешь Старших товарищей Те которые Действительно Уже давно Работают В этой проблематике Спрашиваешь Хозяйственных Субъектов Спрашиваешь Сельхоз Производителей И на Комитете Когда обсуждался Вопрос Затем на фракции Мы обсуждали Достаточно долго Уважаемые Руководители Предприятий Агробизнеса Иных предприятий Говорили что Нельзя Невозможно Это сегодня делать Это только навредит И я с ним согласен С ними согласен Что это Навредит На сегодня Хорошо Мы тогда Прервемся На небольшую Рекламную паузу После продолжим Для тех Кто только подключился В эфире Особое мнение В студии Дарьи Топузлиева И мой гость Исполнительный Директор Ассоциации Совет муниципальных Образований Кировской области Депутат Областного ЗАГС Собрания Андрей Лучинин Мы обсуждаем Прошедшее Пленарное заседание Наверное Перейдем Мы уже К тем законопроектам Которые приняли Поправки Внесли В закон Капремонте Теперь в программу Не будут включать Или исключат Из нее Дома Физические износы Основных конструкций Которых превышает 70% Аналогичная ситуация Со зданием Которая относится К объектам Культурного наследия Сейчас этот законопроект Приняли Каковы будут Дальнейшие шаги То есть Не включать Дом в программу Это одно А те дома Которые предстоит Исключить То есть Сейчас еще нужно Будет принимать Какие-то документы Которые будут регулировать Как эти деньги Будут возвращаться Собственникам Будут ли они вообще возвращаться Наверное Данный вопрос Начать с того Что Многострадальный закон О капремонте Он Я его сравниваю Наверное С 44-м ФЗ По торгам Которые меняются Каждый раз Перекроем Очень часто Закон был Хоть он принят С отсрочкой действия Но я считаю Что Субъекты И особенно Граждане К нему Не были Ни морально И ни материально Готовы Мы сегодня Находимся Не в том Состоянии Когда у нас Есть лишние средства Которые Будут направить Но Так получается Что Никто За нас С вами Собственников Жилья Платить За ремонт Собственности Не собирается Потому Государство И Собственно говоря На сегодня Оператор регион Делают Так Чтобы Деньги Аккумулировать Не одномоментно Вытаскивая Огромные миллионы А Аккумулируя По времени И Все таки Начиная Программу Капитального ремонта И она Худо-бедно В нашем регионе Началась Конечно Это мой взгляд Скорее бедно Конечно Худо-бедно Я и сказал Худо-бедно Но она идет Тем не менее Закон мы Сейчас Мы Потому что Тоже включился В этот процесс Начинаем Править Потому что Изначально Заложены были На мой взгляд Несправедливые вещи Те же самые Дома С сильным износом Ну Есть ли смысл Эти дома Ремонтировать Вообще Потому что Этот разговор Велся Изначально Нет Если дом Не признан Сегодня У нас очень много домов Сегодня Не признанный Износ Это же тоже Нужно комиссию Международную Составить По инициативе Жильцов Обратиться Это определенное Действие Нужно провести Чтобы признать дом Тот или иной Износ Процент износа Соответственно Там люди живут Они за это Должны платить Смысл такой У нас на сегодня Изначально Это попали И все жители Ведь смотрите Если дедушка Проживает Одинокий Без родственников Он тоже Вынужден был платить Поправка внесена Уже не платят Чем мне платить Если я завтра На покой пойду Не увижу Этот дом Никогда То же самое Какой смысл Ремонтировать Собирать деньги И тратить Большие деньги На ремонт Ветхого Такого Жилья Лучше Тогда давайте Стимулировать Программы По строительству Жилья Вот как раз Вы спрашивали О том Что дальше Вот дальше Должна Быть разработана И принята Вот опять же Меня в психах Корубится Что мы принимаем Закон А программы Соответствующей Еще нет Хотя конечно Надо принять закон А затем Уже какие-то действия Но алгоритмы Действий Соответствующих Министерства Уже должны быть Наработаны На сегодня На выходе Просто тут же Речь идет О конкретных Деньгах Которые люди Заплатили Конечно Которые еще И должны быть Учтены в бюджете Так ведь Нет Деньги еще Я имею ввиду Региональные деньги Потому что Ведь нужно Встроить новое жилье Куда переселять Хорошо Мы сегодня Признали Ветхое жилье 70% износа Они не платят На сегодня Ну и соответственно Сразу под расселение Совершенно верно Их же нужно Как-то расселять То есть Должна быть Наработан алгоритм А что дальше С этими домами делать А что дальше Делать с теми Семьями Которые проживают В этих домах Если мы не собираемся Там капитально ремонтировать Мы все понимаем Что если его Не поддерживать В надлежащем состоянии Капитально ремонтировать Он разрушится Людей надо переселять Программы соответствующей В регионе пока нет На сегодня Эта программа Разрабатывается И конечно Я буду Очень активно следить Что за программа Прямо участие Почему Особенно мне Это как бы важно Потому что Ветхое жилье На сегодня Даже не столько Да В городе Кирове Очень много Но такого ветхого жилья Которое там 70 и более Процентов износ В районах области Крайне много Крайне много А жилья Строящимся Вновь Там Крайне мало И потому Вот если Эта программа Начнет работать Мне интересен Алгоритм Запуск этой программы Средства Которые На эти деньги За счет чего Не ляжет ли это все На бюджет Муниципалитета Который я Вот только что Вам сказал Что тоже Крайне нищие Мы зависим Очень сильно От субъекта И не ляжет ли это На граждан Которые По априори Являются Людьми бедными Раз они живут В таком жилье Хорошо То есть Законопроект Приняли Его Поддержали Все А эти моменты Как-то обсуждались Конечно И достаточно Бурно Эти моменты Все обсуждались И на комитете На профильном И на фракции Пришли к какому-то Алгоритму Хотя бы С чего начать Пришли К единому Ну там не единому Там голосовали по-разному Но к мнению большинства Что действительно Вот этот критерий О нецелесообразности Тратить Общих денег Собранных Фонд капитального ремонта На ремонт Ветхих Жилых строений Это да Точно Затем Культурный Вот то что Сегодня Памятники культуры Там да На сегодня Тоже я считаю Нецелесообразно Раз это памятники Культуры Архитектуры Соответственно Мы понимаем Что затраты На их реконструкцию Капитальный ремонт Гораздо выше Чем просто Объекты Жилые Ну а о деньгах этих Подумали Откуда их будут брать Вот На сегодня С правительством Консультировались Правительство Соответствующее Министерство Разрабатывает У них уже была Концепция Определенная Да там Да видел В глазах Определенных Чиновников Некую растерянность А что дальше Но тем не менее Принимая закон Мы стимулируем их Программу Разрабатывать Потому что Просто так Приняв закон Освободив людей От оплаты И не гарантировав Их Что в результате Какой-либо Программы Они в конечном итоге Имеют право Вселиться В новое жилье Они будут погребены Под рухнувшим домом Должны делать Это такая Ответственности Депутатов И членов правительства Которые Знают Об этом Закон Которые Участвовали В принятии Которые Консультировали И которые Выступали Экспертами Так что Тут не просто Взяли депутаты И на сегодня Сами Напридумывали И внесли изменения Не консультируясь С профилем Министерства Нет Просто у меня тут Опасения вызывают Тот момент Что не получится Летит у нас Точно так же Как сейчас В районах Происходит Вот с этим Самым ветхим Жильем И аварийным То есть Получается Местные власти Просто не признают Дом Ветхим Аварийным Просто потому Что нет денег На его расселение И тут ситуация В принципе Может получиться Аналогичной То есть Будет создаваться Какая-то комиссия Которая Скажет А нет Не 70% Пока Всего 65 Износ И то есть Мы опять С тем же И останемся Но законопроект Есть Законопроект Рабочий Я точно Вам скажу Что Конечно Все стороны Этого процесса Не бросятся Освидетельствовать Свыше 70% Износа Конечно Такого не будет Но Разумный компромисс Те строения Которые Действительно Подлежат Именно Не подлежат Которые ремонты Да Они по крайней мере Мы будем Стимулировать Селение данных Граждан И Что для меня Допустим Особо важно Это действительно Разработка Программы Правительства Такая программа А приори Должна существовать Ее у нас нет Но этим самым Собственно говоря Признав Законом Что Нельзя Ремонтировать Жилые помещения Износа Свыше 70% Мы побудили Правительство Двигаться Дальше Разработать эту программу Вынести ее На обсуждение Потому что Она должна работать Она должна рабочая Хорошо Завершим Уже тогда С пленарным заседанием Перейдем К другой теме Выборы Секретаря Общественной Палаты Кировской области Дмитрий Курдюмов Собственно Стал секретарем Обком В рядах Тут же Там наметилась Какая-то Оппозиция Ввиду того Что коллеги Курдюмов Опасаются Что он может Испытывать Влияние Со стороны Правительства Сам Курдюмов Заявляет Что он Никем Не ангажирован Тут возникает Вопрос Насколько Экс-глава Департамента Здравоохранения Областного Может быть Неангажирован Я здесь Не могу быть Таким Экспертом Насколько Конкретно Процентов И сколько Тут вешать Я могу Сказать Что Неангажированных Людей В принципе Не существует Ну кто-то Побольше Кто-то Поменьше Совершенно верно И Ангажированным Быть Частично Правительством Не думаю Что это Самое Плохое Ангажированным Какой-то Преступной Группировкой Да Здесь Должны Правоохранительные Органы Посмотреть Ангажировать Каким-нибудь Сообществом Не очень Признаваемым В обществе Чем плохо Ангажированным Уметь договариваться Но все равно Общественная Палата Пытается Как-то Уравновесить То что Нужно Правительству И то что Нужно Обществу А тут у нас Секретарь Палаты Я не считаю Что Курдюмов На сегодня Находится В какой-то Зависимости Давайте мы Своим языком Начнем говорить Ангажированным И зависимым От правительства Кировской области Человек Который На сегодня Является Профессионалом В своей отрасли Он не с улицы Пришел Он сегодня Имеет Устойчивую Заработную плату И возможности В любом Обществе В любой Системе Зарабатывать На своей профессии Потому он Уже не зависим На сегодня Я его знаю Как человека Достаточно Порядочного Немногословного Порядочного Конечно С точки зрения Затрат Его На работу Председателем Общественной Палаты Ну тут Вызывает Такое у меня Сочувствие Наверное Потому что Я знаю Как Андрей Ленидыш Работал У него Занимала работа Председателем Времени Очень Много Сможет ли Курдюмов Столько же Времени Ну К слову Он сейчас Возглавляет Травматологию Да Да Конечно Мне сложно Разобраться Но я думаю Что те товарищи Которые На сегодня Его избрали Будут ему помогать Потому что Общественная палата Это вовсе Не председатель И его аппарат Это люди Все Избранные От Выдвинутые От своих Общественных Организаций То есть Это достаточно Большой Устойчивый Сегмент Гражданского Общества И Курдюмову Вот этот Устойчивый Сегмент Гражданского Общества В виде Лидеров Должны Помогать Потому что Это общественники Потому что Они неравнодушные Люди Им нужно Больше всех Раз им нужно Больше всех То им что Нужно-то Человека Подставить И говорить Что Ах ты не справился Ах какой ты Плохой Там да Или там А мы не согласны Работайте Вы хотели Получить Общественное Признание Вы хотели Работать В этом Общественном Секторе Пожалуйста Вам дается Такая возможность Формально Должен быть Лидер Который должен Собирать Собрание Администрировать Этот процесс Вы избрали Человека Сами Сами избрали Помогайте Что сомневаться Ах справиться Ах не справиться Ах не хочу Ах хочу Это что за такое И это еще раз Подтверждает То что Мы единое Общество Со своими Проблемами У всех Они есть У общественников У чиновников Там у бизнесменов Надо учиться Работать Успеем тогда Обсудить Работу Еще одного Человека Александр Перескоков Глава Администрации Города На этой неделе Появилась новость О том что Он стал Худшим мэром Согласно рейтингу Составленным Центром Информационных Коммуникаций Рейтинг Ну там Зависимость какая То есть Если глава города Не выбирается людьми То они оценивают Эту должность Работу собственно Сити менеджера Плохую оценку Он получил За плохое вхождение Города В отопительный период Вот вы вообще Как политтехнолог Как к подобным Рейтингам относитесь То есть Насколько их можно Рассматривать Как реальную оценку Работы Чиновника Никак не отношусь К таким рейтингам Потому что Это глупость Несуществительная О такой организации Я не слышал Человека такого Который там Руководит Данной организацией Я не знаю Из каких Какие основания Делать этот рейтинг Не понимаю Сегодня даже Международные организации Которые рейтинги Выставляют там Нашей стране Другим странам Как бы так вольно Цифрами оперируют Что иногда Может создаться Впечатление Что Даже уж на что Сказать Рейтинг FIFA Любимая организация В которой Столько скандалов То понизят Они Рейтинг Сборной России То повысят Они рейтинг Сборной России Я посмотрю Очередной Матч Сборной России И сам Выставляю рейтинг В виде Либо цензурных Либо нецензурных Выражений Потому Уважаемые товарищи Радиослушатели И все остальные Не верьте Вот таким Рейтингам Насчет Вхождения В отопительный сезон Живу достаточно давно уже И понимаю Как мы входим По стечению времени Мы Десять там лет назад Семь лет назад Гораздо хуже входили В отопительный сезон Порывов сколько было Сколько проблем было Когда запускали уже Дома Когда уже холодина была Нормально все у нас Более-менее вошло Решали точечно Нет такого Что дом замерзает Обратиться абсолютно некому Сегодня лом Общественных организаций По правам человека По правам предпринимателей Прокуратура работает Надлежащим образом Здорово Там надзорных организаций Народный фронт Бдит Значит у нас на сегодня Оппозиция бдит Единая Россия Изо всех сил Пытается тоже Значит что-то сделать Администрация Нет такого Что вот Раз и человек брошен Если такое Где-то есть Есть депутаты Законательного собрания Нужно обращаться к ним Они будут Вместе с людьми Стараться Помогать Ну в общем Начинали мы эфир С того что все плохо Заканчиваем тем что Все хорошо Радиуслушатели Все хорошо Мы с вами услышимся В следующий вторник Все хорошо Это в других программах Все будет хорошо Нет Все будет хорошо Это в этой программе В эфир было особое мнение В студии была Дарья Топузлиева И депутат областного Закса Брани Исполнительный директор Ассоциации Совет муниципальных образований Кировской области Андрей Лучинин До встречи До свидания